С вами на связи снова Оксана Байкович, женский онлайн-коуч и ваш личный проводник к счастливому замужеству. Мы с вами познакомились и пообщались о том, порассуждали, что действительно на самом деле возможно всё. Выйти счастливо замуж, стать по-женски счастливой. А сегодня давайте поговорим вот о чём. Когда девушки мне задают вопрос, Оксана, ну я вот вся такая, я и работаю, я и сама деньги зарабатываю, у меня финансы побольше, заработка редких мужчин, поэтому, а где мне до такого найти? Я уж как-нибудь, вот я уже свой бизнес строю, и зачем мне, когда я встречу человека, такого же уровня, как я может быть, хотя сложно найти, и вдруг я ещё и перееду к нему, и работать-то мне не надо. И вот давайте поговорим про бизнес-леди, которые приходят ко мне на курс, и мы сегодня с вами рассмотрим ещё и пример одной из таких вот девушек, счастливых, от которых я-то сама счастлива, потому что это действительно качественные результаты, девчата. Когда девушка думает, что с мужчиной надо жить 50 на 50, берёт копьё и рядом с ним со своим копьём бежит за мамонтом, да, и думает, что всё так и должно быть, а потом удивляется, почему вот из этого успешного человека диванный герой, которому абсолютно ничего уже не хочется идти. Как вы думаете, почему в вашей жизни такое происходило, происходит, и вы как бизнес-вумен, нереально активная, мощная, мудрая, да ещё и с детками, да, может быть, ещё и с внуками, то есть абсолютно виртуозно каким-то образом справляется со всеми делами и ещё умудряется, может быть, тащить за собой того же самого мужа. Может быть, это было в вашей прежней истории, может быть, у вас была такая жизнь у кого-то. Другая немножечко история, что наоборот, бизнес-вумен и понимает, что она не может взять кого-то из богатых, она для них слишком уж мужчина в юбке, и она начинает выбирать кого-то из попроще. Но вот тут вот как раз и после вот таких историй девушка говорит, да зачем мне замуж, у меня и так всё хорошо, я сама всё могу, то есть сама-сама-сама. И вот, пожалуйста, я сегодня вам представляю историю моей ученицы, уже женщина в возрасте, мало того, что 35+, 55+, то есть Ханя Я, которая пришла ко мне на курс и сказала, Оксана, я не знаю, вообще-то, вот правда, хочу женского счастья, но не знаю, что это такое. У неё не было детей, она не была замужем, это первое её замужество, когда она пришла ко мне на курс, первое замужество. И, пожалуйста, вот сейчас вы видите эту фотографию, я сейчас расскажу вкратце её историю. Ханя Я встретила бизнесмена-мужчину, серьёзный человек, говорящий на многих языках, и они сейчас уже второй год живут счастливо абсолютно, и, пожалуйста, вот вам, девушка, которая всегда всё сама-сама, а теперь она говорит, ну какое же счастье, перестать уже кому-то что-то доказывать. И что я вам хочу сказать, какую тайну открыть? Вот смотрите, по-настоящему женское счастье, даже для тех девушек, которые очень хотят работать, у которых бизнес-бизнес-бизнес, прямо она создала его с нуля, и он прям, теперь уже она чуть ли не номер один, в России может быть номер один, у меня всякие есть девушки с разными статусами. И что я теперь должна это всё оставить? На самом деле нет. Настоящее женское счастье, когда у вас всё в совокупности. Вы сама успешная, у вас мужчина успешный, с вами наравне либо выше, что лучше, когда, конечно же, выше. У вас всё нормально с детками, с вашим хозяйством. То есть это не про 50 на 50, это про то, что совместные базовые потребности закрывает мужчина, а женщина – муза и при этом имеет свой бизнес. Вот именно такой мужчина достойный вас, достойный. Вы никогда не будете переживать за то, что вам придётся его делить ещё с кем-то. Иногда так девочки думают. А если он богатый, значит, он какой-нибудь либо скучный, либо зануда, либо он, ну, все его хотят, и поэтому наверняка мне придётся как-то с этим смириться, он будет гулять до девушки, ни в коем случае нет. Ни в коем случае такая история с вами не произойдёт, потому что вы из другой категории. Вы встретите своего достойного, про которого даже и думать не будете, что он может посмотреть направо-налево, потому как вы уже соединились осознанно, по-взрослому, нагулявшись уже в своей прошлой жизни, молодой, юной, прекрасной. А теперь уже новый статус – счастливая семья. И это лишь только с мужчиной, который точно так же, давно уже ждёт, да нагулялся он уже выше крыши. Он именно хочет, чтобы его мужскую вот эту вот обитель зашла женщина, зашла муза, с которой и гордится он, выходит в свет, и уважает её, и вдвоём один на один им прекрасно. И даже если в Руси, когда по путешествиям, иногда в Руси всякое бывает, да, хочется иногда и одному отдохнуть, и одной отдохнуть, ну, даже мысли какой-то там не возникнет, что «а вдруг что-то произойдёт?» «А вдруг у него ещё кто-то есть?» Значит, он просто не ваш мужчина. Итак, подведём итоги. Вы состоявшаяся в жизни женщина. Вы, например, имеете детей, либо не имеете детей, либо у вас ещё есть родители старенькие, либо в зависимости от каком вы возрасте и ваши родители. У вас есть ваш бизнес, и просто вы… Вы им гордитесь, вы это любите, это ваше. И вы без этого вообще не понимаете. А зачем это? Потому что это ваше детище. У кого-то детище. На кухне работайте, с удовольствием создавать вот такие вот шедевры. У кого-то на работу ходите, если опять же хочется. То есть вот что хочется, основное слово. Моё. Это ваш ребёнок. Кто-то бизнес открывает, это как ребёнка родила. Кто-то блюдо постоянное создаёт. У каждого своё, девчата. Кто-то танцует гордиозно, кто-то вышивает крестиком. Неважно. Но сегодня мы говорим о том, что когда бизнес вон, чтобы вот эти страхи, вот эти ошибки из головы просто убрать. И идём дальше.